Добрый день, дорогие друзья! Бывали ли у вас сложности, когда вам необходимо нечто отпустить, для того, чтобы привлечь чего-то другое в жизнь? Ну вот, например, у вас черная полоса, а хочется белую, да? Надо отпустить как-то эту черную, чтобы она ушла с горизонта, и у вас все было так, как вы хотите, да? Понятие отпускания в экстрасенсорике достаточно широко используемое, да? Не только в экстрасенсорике, в психологии точно так же. Например, прости и отпусти, да? Есть много разных техник, которые предполагают, например, что вы имеете некое намерение что-то делать и потом это отпускаете. Как отпускать? Из тех техник, с которыми я сталкивалась, я, например, видела лжеотпускание, да? Когда, например, человек формирует какой-то энергетический запрос, мыслеобраз или еще что-то, какое-то обращение, например, к Богу, и дальше метает эти шарики образные и энергетические, и он уверен, что у него эти шарики сработают, потому что он это называет отпусканием, да? Знаете, я бы так не сказала, и не назвала бы это отпусканием. На сегодняшний день все-таки, когда мы говорим о техниках отпускания, надо определиться, отпустить это значит, это значит разорвать связь. И неважно, это связь с человеком, например, когда вам надо его простить и отпустить, да? То есть отпустить физически из вашей жизни, отпустить эмоционально, чтобы вы не думали о нем, не вспоминали, отпустить, вообще отпустить, да? Чтобы в вашей жизни, в вашей реальности этого больше не было. Это может быть человек, это может быть ситуация, это может быть эмоциональная привязка, это может быть запрос к Богу, это может быть ваш какой-то выбор, и вы желаете что-то привлечь в свою жизнь, вы сформировали это как намерение и отпускаете его для того, чтобы оно долетело до Бога. Вот техника отпускания – это вот разрыв связи и свободный маршрут к Богу, да? Так вот, для того, чтобы действительно отпустить, первое, что надо – это растождествиться и выйти в наблюдение по отношению к цели, либо к человеку. То есть первый шаг – растождествление и наблюдение. Без растождествления со своими делами и без наблюдения ничего на выходе не будет. Следующий шаг, следующая техническая часть, которая может быть применена в данном случае – это нивелирование ценностей. Нивелирование ценностей отношений, нивелирование ценностей запроса, который вы, например, делаете и так далее. Когда для вас это не важно, да, то это само по себе как-то отступает на второй план, да? И последний шаг, который можно делать для того, чтобы отпустить, это внутри войти в состояние «я имею» и «привык». Я уже имею, что у меня вот так устоялись отношения. Я уже имею этот автомобиль и уже привык к нему, да? И когда у нас это состояние внутри «я уже имею» и «я уже привык», тогда мы говорим о том, что у нас получилось отпустить либо мыслеобраз и запрос, либо прощение, либо человека, либо эмоцию и так далее. Почему я часто упоминаю слово «прощение»? Дело в том, что если мы какие-то запросы делаем в состоянии глубокой привязки, или на зло кому-то, или из каких-то эмоциональных составляющих, то эти запросы не имеют шанса на материализацию. Сперва прости и отпусти. Сперва приди в равновесие, и только потом из состояния равновесия формируй реальность. Реальность осознанно формируется, осознанно формируется реальность только из компенсированных состояний равновесия. А каким образом вы уже будете достигать этого состояния равновесия? Это, по сути дела, ваш выбор. Есть о чем подумать? Если остались вопросы, задавайте. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok